виталий приветствую тебя традиционно начало недели первая встреча недели в понедельник мы с тобой по горящим следам недели прошлой я тем более прошлой неделе со среды буквально с нашей последней встречи это ключевые фундаментальные события заседание фрс нонфармы опек это то что приводил в движение финансового актива он там по некоторым инструментам та же самая нефть когда 85 долларов 80 долларов сейчас опять отрастаем в обратную сторону то есть больше чем по 5 процентов волатильность в рамках крайне короткого промежутка времени ну наверное волатильность да я признаю это риски но с другой стороны ведь волатильность это еще и возможности если удается правильно спрогнозировать рынок определите оптимальную точку входа поставите цели за этими возможностями как раз появляется профит за которым мы собственно все друзья приходим на финансовые это и те большое спасибо что снова мог найти время подключиться обсудить рыночную ситуацию когда предлагаю прямо это сделать сейчас и начнем давай со меня традиционно с демонстрации экрана у меня прям индекс s&p открыт пару слов расскажу так друзья всех еще раз приветствую напомню что прошлой неделе после того как мы с виталием записали последний видеоролик у нас было еще заседание американского регулятора которая стала причиной сначала укрепления позиции курса доллара сейчас локальный доллар снижается но по итогам мы в целом что можно сказать как ожидалось приняли решение начать сворачивать программу количественного смягчения на 15 миллиардов долларов причем касательно процентных ставок не все так очевидно то есть покупатели хотели бы получить больше конкретики относительно этих сроков ну или услышать хотя бы то что как только программа количественного смягчения будет свернута в середине следующего года если а темпы не изменится и останутся стекущими то там через месяц-два то есть в третьем квартале 22 года уже можно будет повышать процентную ставку однако фрс в принципе не стал обнадеживать тех кто ожидал именно такой сценарий поскольку решил продолжать бороться с низким уровнем безработицы точнее с высоким уровнем безработицы и делать все возможное чтобы стимулировать экономику поддерживать экономический рост то есть пока что дал нам понять что ставки останутся прежними и вот эта формулировка по поводу инфляции что инфляция вызвана временными факторами то есть это как минимум говорит о том что фрс считает что если она вызвана временными факторами то как только эти временные факторы сойдут на нет инфляция сама собой начнет стабилизироваться снижаться и двигаться цели которая была ранее обозначена в районе 2 процента то есть фрс не будет оголтела повышать процентную ставку боясь то что инфляция выйдет там за пределы еще более высоких инфляционных ожиданий которые сейчас присутствует если можно так выразиться так что касается американского фондового рынка s&p является барометром вообще отношения инвесторов к риску весь американский фондовый рынок я на своих брифингах постоянно рекомендовал смотреть the s&p и покупать его с целями сначала 4500 4700 мне казалось реально раньше что 4700 это прям какой-то невероятный уровень я не знаю какой должен на рынке сложиться позитив чтобы 4700 как сопротивление было достигнуто или чтобы уровень на котором индекс раньше не был стало сопротивлением ну вот конец прошлой недели s&p улетел выше планки 4 700 high 4701 сейчас корректируется какая моя рекомендация на текущем на данном этапе конечно же покупать американский фондовый рынок нужно было еще неделю назад месяц квартал назад и дольше тогда у вас был бы друзья очень хороший профит но если вы сейчас все таки смотрите на фондовый рынок на вот этот восходящий тренд это четырехчасовой таймфрейм вообще без какой-либо видимо значительной коррекции если вы хотите его купить я отговаривать не буду потому что при текущем тренде при текущем новостном фоне при сомнениях в том что фрес будет повышать ставки и пойдет на это решение в следующем году при снижении доходности американских облигаций это очень важно ведь по сути снижаются американские облигации у инвесторов с серьезными деньгами нет другой альтернативы больше то есть если скажем вот я извиняюсь что перебью тебя вот я посмотрел показатели притока капитала на рынок в 2021 году то за 2021 год приток капитала обошел в сумме то что было за последние там 20 лет да 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 то есть и очень большие деньги пришли за счет этого за счет ликвидности такой большой притока капитала рынок показывает такой рост и если такое я наблюдаю там за инвесторами которые там блогерами которые там трейдеры частные публичные которые работают по S&P 500 инвестируют или там акции и они такие вот если S&P 500 там два дня корректируется они такие в ужасе что это почему мы сегодня не растем они они хотят видеть только рост то есть это тоже такой звоночек они каждую коррекцию они выкупают то есть если есть коррекция на получается на S&P 500 или на акциях они выкупают ну и мы понимаем что вот этот рост который S&P 500 показывает это всего несколько компаний S&P 500 Google да там Tesla то есть в космосе возможно вот ее уже недавно включили в этот в индекс да и очень большой рост Tesla показала большинство компаний вот я смотрел там достаточно вот на прошлой неделе там несколько компаний хороших таких публичных они там по 30 процентов гепы сделали снижение то есть здесь вот правильно то что мы рекомендуем вот допустим вот то что ты советуешь там работать с S&P 500 то есть не отдельно с акциями потому что если брать совсем большой портфель акций да диверсификация у нас есть S&P куда диверсифицировать потому что там акции некоторые и не растут и падают хорошо поэтому это нужно брать во внимание да согласен с этим вот опять же буквально на прошлой неделе общался с инвестором с одним я тебе скажу очень грамотным человеком который подкован в сегменте вот вообще специфики финансовых рынков всех категорий всех видов финансовых активов колоссальным опытом и чтобы спросить у меня что облигации уже не дают доходность ту которая раньше реально потому что инфляция она значительно выше чем доходности же самых десятилеток ну вкладывать деньги под отрицательную доходность этот рынок криптовалют но конечно же сейчас когда все растет просто говорить что чтобы ты не купил они крипты и ты сможешь заработать но волатильность которая наблюдается именно в сегменте цифровых активов на по-прежнему как ни крути это факт который не требует как бы его никто не может оспорить это волатильность по-прежнему отпугивает очень многих инвесторов потому что также как тот же самый биткоин растет за буквально считанные минуты он также легко может и упасть и падать периодически и ни у кого это как бы нигде не коробит но только лишь крупные деньги которые реально на перспективу смотрят плане достижения желания каких-то целевых ориентиров по-прежнему обходит стороной этот рынок кого-то и снг который да действительно это костяк всего американского фондового сектора и снг сейчас вселяет очень большие надежды даже находясь на этих исторических максимумах на рекордных уровнях даже несмотря на то что уже 65 раз с начала этого года эти максимум были обновлены но динамика и тенденция такова что если возникает коллекция в этом рынке анонса последние полтора года было ну буквально символичный и пока вот этот тренд сохраняется наверное нужно пользоваться да конечно же будет роковая ошибка тех кто продолжая покупать сделает последнюю покупку на хаях и в этот момент рынок развернется но когда будет этот разворот время покажет иногда друзья лучше будет по течению лучше рисковать контролить тем более мы с питанием всегда говорим контролируйте риски следите за грузкой депозитов то есть случае по стопы вам обязательно на помог короче по снг я уже верю 5000 пунктов но честно говоря сам какие-то новые сделки открывать более не буду потому что у меня была цель максимум 4 700 и она выполнена так по другим активам которые были фунт против доллара рекомендация была buy stop на отметке 137 я ждал что британского это вырастет поскольку ориентировался на повышение процентной ставки четверг решение было принято но ставку оставили на прежнем уровне и покажет остается только лишь удовольствием банк англии не знаю анонсировал ли или нет как бы формулировки очень размытых что в декабре это решение последует поживем увидим конечно же но я все-таки сторонник того что фунт очень сейчас лихо продали особенно на ожиданиях того что ставки могут поднять короче покажешь новых рекомендаций не будет ну или можно оставить в силе просто отложку по рынку нефти рекомендация была buy stop с отметки 85 долларов за баррель я ее сохраняю и думаю что возможно к среде это отборка будет сработана и мы окажемся выше данного на уровне по решению опек все оставили в силе то есть уровень нефтедобыча дополнительно менять не стали квоты прежней целом производство нефти должно расти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно но как показывает реальный показатель страны опек не выполняет на сто процентов этим обязательством может быть из-за определенных проблем с производственными мощностями в таких странах как нигерия и англо я сторонник идеи того что если опек не даст рынку больше объема нефтедобычи то этот год точно будет завершён с дефицитом этот дефицит и полномерно перекочу это в новую поэтому для меня цель по бренду я буду комментировать сопровождать в ходе наших следующих выпусков 90 долларов за баррель но пока что друзья смотрим на 85 нужно закрепляться выше так по поводу индекса доллара я рекомендовал шапки с тех уровней которые были актуальны на торговую сессию среды со стоп лоссом на уровне 94 60 но по факту решение заседания и итогов заседания фрс и на следующий день после этого максимум был 94 63 к сожалению сделка была закрыта по стоп лоссу так посмотрим понаблюдаем за тем что будет дальше если будут новые рекомендации обязательно о них расскажу и сегодня еще хотел бы предложить золото которое кстати сейчас очень неплохо на пользуется поддержкой именно снижение доходности американских облигаций и думаю что золото в принципе сохранит этот восходящий тренд но может быть локальная коррекция снова в район 1800 долларов за тройскую умницу вот оттуда я предлагаю золото выкупить с стопом на отметке 1790 и тейк профитом 1835 виталий слово тебе видно рабочий экран мой загрузился и так индекс доллара сейчас пройдемся по тем идеям которые обсуждали на прошлой неделе там было достаточно много рекомендаций от меня и так индекс доллара в среду говорил о покупках по данному инструменту то есть мы торговались где-то на отметке 94 плюс говорил если мы упадем локальному минимуму это 93 там 80 здесь можно докупиться и с того с общим стоп лоссом где-то в районе там 93 60 за вот эти минимумы на цели ставил на перехай вот этот мы в принципе его выполнили и скажем идея себя отработала на текущий момент пока сложно сказать что будет по индексу доллара мы сделали якобы такой ложный пробой вот этих максимум которые были поставлены нас в октябре и сентябре по индексу доллара но здесь пока слабенький сигнал на на шорт возможный он с текущих там со стоп лоссом за хай у нас в принципе небольшой стоп лосс 30 пунктов можно рискнуть но повторяюсь это для тех кто покупал ранее индекс доллара заработал и вот часть вот этой прибыли возможно кинуть почему если кто там не покупал а ранее условно шортил и потерял то сейчас эта идея достаточно рискованная и я бы от нее воздержался только в том случае если вы заработали если что-то нарисуется возможно ближе к среде по индекс доллара такое более явное более красивое я скажу потому что там будет инфляция возможно сегодня что-то нарисуется ну посмотрим это что касается индекса доллара на других инструментов фунт доллар я советовал покупать краткосрочно почему потому что у нас была здесь дивергенция на прошлой неделе с понедельника по по среду она сформировалась и в принципе светов где-то в районе там 36 20 с копейками плюс минус купить со стоп лоссом за вот этот минимум 36 или там 35 80 с небольшим стоп лоссом и мы в принципе локально себе отработали и здесь можно было дневной атр средний взять по по фунт доллару каких-то сильных моделей здесь не было поэтому там долгосрочных целей я не ставил по данному инструменту я здесь покупал и немножко немножко заработал на дальше что еще было нефть по нефти марки бренду здесь хорошо прокатились советовал я прошлую неделю шортить данный инструмент что понедельник что в среду мы с ребятами тоже неплохо шортили в районе там 84 50 там плюс минус и закрылись на вот этих минимумах которые были но самый минимум не взяли конечно но там основную часть забрали и пока находимся вне рынка потому что достаточно как-то здесь пятницу откупили на текущий момент пока наблюдаю за нефтью возможно еще какое-то снижение вот пока мы находимся ниже там условно 84 можно еще пробовать чертить но я пока сам лично вне рынка если уже будем ломать вот этот тренд вот эту лимитку который ты поставил на пробой возможно возможно использовать если мы будем сломим этот нисходящий локальный тренд будем какие-то новые максимумы показывать на дальше по золоту по золоту тоже всю прошлую неделю говорил о возможном снижении в принципе мы неплохо показали там с понедельника вторник среда снижение там более там 200 300 пунктов зависимости где заходить шорт мои ученики здесь шортили сам лично я не шортил часть они закрылись потому что здесь вот неплохо так откупили в среду золото был локальный паттерн на лонг и там основная часть вышли по беззаботку на текущий момент по золоту каких-то точек ухода я не вижу ту идею которой ты говоришь на покупку с какой-то коррекцией я бы тоже рассмотрел но лимитку ставить не буду я думаю что это уже ближе возможно к среде или концу недели картина какая-то более красиво нарисуется если мы там секущих не уйдем или там моменте откаты наверх но где-то тоже в районе там 1800 плюс минус буду рассматривать данный инструмент на покупку дальше что еще было был биткоин биткоине говорили что он скорее всего смотрится на лонг приводил аналогичную ситуацию которая была у нас в августе практически то же самое здесь тоже так неплохо выносили показали неплохой рост дальше по S&P 500 скажем один момент странный который меня смущает я на прошлой неделе обратил внимание это индекс страха он находится на своих так скажем исторических минимумах да он практически уже удерживает ну несколько месяцев в сумме полгода уровень 17 пунктов и мы в прошлую пятницу торговались в четверг на данном уровне и вот в пятницу мы отскочили да то есть инвесторы как-то испугались немножко на рынке тех нонфармов которые вышли а вот индекс S&P 500 показал новый максимум там и другие индексы и никаких каких-то скажем испугов не было поэтому как-то это странно у нас появился пятницу импульс я думаю что те кто торгует во маркет у них есть возможность купить данный инструмент по текущим это у нас 18-20 со стоп-лоссом за минимум это 16-50 который у нас но это здесь уровень 17-00 если брать более точно там условно 16-60 возможно купить обязательно со стоп-лоссом потому что если здесь будем проваливаться ниже 16-50 то уйдем хорошо вниз и за этим уровнем стоит на ближайшее время понаблюдать конечно здесь будет есть минус в данном инструменте каждый месяц идет экспирация но здесь я буду за ним ближайшее время наблюдать возможно до нового года возможно после нового года где-то я думаю этот S&P 500 хорошо пойдет на коррекцию и стоит рассматривать покупки через данный индекс и при хороших каких-то точках входа я буду говорить о нем дальше еще ребята там спрашивали по китайскому индексу все время в комментариях смотрю там один активный участник такой почему там не артем не рассматривает этот китайский индекс да там S&P 500 ну во-первых он здесь его вообще никто не покупает да он на минимумах 20 года находится это чем говорит о том что здесь вообще нету покупателей то есть мы знаем что сейчас идет очень активная борьба таких кланов в китае там три клана есть я уже не помню их название даже недавний клан который джал там часть а либо бы да поэтому ну здесь перспектив каких-то нету каких-то графических моментов на покупку ну есть уровень там 8 700 там с копейками возможно от него рассматривать покупки но я пока не вижу их если ближайшее время что-то здесь нарисуется то я каких-то я буду давать какие-то идеи возможно если будут в лонг по данным минус но пока очень-очень сложно сказать вот сейчас я бы не покупал если в среду или там на следующей неделе что-то нарисуется возможно говорить о покупках пока сложно сказать потому что вот мы падаем вот практически последние там две недели и вот здесь нету признаков возможно это коррекция вот этого импульса который был в прошлом месяце вот я даже здесь пытался несколько раз покупать данный индекс и ну то есть неудачно там по безубытках то есть выкупают и думаешь ну дальше прострелит хорошо как индекс там s&p 500 или даже тот же dax который я на прошлый не на прошлый на позапрошлой неделе советовал покупать мы в принципе сделали максимум максимум да китайский индекс на минимумах и дальше все время сливают поэтому тот кто там ранее спрашивал я бы был осторожным с данным индексом потому что если чуть-чуть s&p пойдет на коррекцию то это там утопят китайский индекс очень сильно вниз поэтому как то вот так пока у меня все по рынку да сложный рынок вот сегодня такой нету каких-то хороших таких прям идей будем наблюдать если будут хорошие я буду об этом говорить сейчас если то что я сегодня говорил возможно торговать при условии что на прошлой неделе вы заработали потому что я сам пока не могу определиться так до рынок пойдет потепьте виталий за такой развернутый ответ за комментарий по поводу китайского индекса я думаю что это прям точно удовлетворить запрос опять же друзья это фидбэк уже со стороны виталия который доказывает то что ваши пожелания ваше мнение ваши запросы они готовы к исполнению с нашей стороны если будет интересно виталий тебе плата недели увидимся в среду там действительно будет отчет по инфляции тоже очень важный крайне важный я даже сказал для сша особенно сейчас опять же когда перспективы американской монетарной политики так и остались в подвешенном состоянии будем следить за рисковыми инструментами за фондовым рынком за облигациями будем держать вас в курсе друзья и комментировать сделки которые проводят виталий спасибо тебе и до скорых встреч пока пока удачи